...либо камнем Ваша. Сегодня хочу показать достаточно эффективный и быстрый способ. Можно назвать, мне очень нравится, ритуал красоты. То есть то, что вы можете повторить дома и включить ежедневный ваш ритуал ухода. Самое главное, мы с Вами должны помнить, что наше лицо, так же как и наше тело, нуждается в постоянном внимании и тренировке. Соответственно, уделяя внимание лицу, мы получаем дополнительные тонусы стимул. В своих методиках я включаю массаж даже в макияж. То есть на самом деле это какие-то микроскопические точечные движения, выполняя которые, можно задать определенный тонус кожи, тем самым подтянуть и бровки, и тонус наших щечек, воздействие на основные мышцы лица и, конечно же, биоактивные точки. В самом начале мне хочется рассказать Вам про основные линии. Все Вы слышали про массажные линии, а так же в макияже у нас называются линии гармонии. Это те самые участки наименьшего растяжения кожи лица, по которым каждый косметолог и, в принципе, доктор рассказывают нам, где мы с Вами можем воздействовать массажными движениями на кожу. И в каком случае мы, в принципе, лучше даже кожу не трогать. Покажу мой любимый способ нанесения средства, который я подсмотрела у бренда Ламар. Растираем сыворотку, либо крем, любую сыворотку, либо любой крем, до теплого, горячего состояния. И прикладываем ручки в лоб, подбородок. Таким образом мы согреваем нашу кожу, улучшаем микроциркуляцию. По принципу патчи здесь у нас получается работы. Наша сыворотка глубже проникает в кожу. И, конечно же, по, скажем, хотела сказать простому принципу кинетической энергии, но не могу сказать по-простому, мы также заряжаем нашу кожу своей энергией, что уже научно доказано. Поэтому настолько эффективным считается ручной массаж лица и массаж лица с помощью натуральных камней. Здесь, конечно же, каждому стоит получить свою консультацию вечащего доктора, поскольку ник не всем подходит натуральный камень. Можно заменить, к примеру, массаж горша на скребок из смолы, либо пластмассовый скребок. Здесь, опять же, повторюсь, нужно проконсультироваться со специалистом. Книфрит и розовый кварц являются одними из самых безопасных. Я немного попроще позволю себе нести. Сыворотки у нас прекрасная кожа. Начнем с основных линий. У нас их будет три. Три линии камней, с которых мы начинаем массаж. Итак, первая линия – это подбородок и край уха. И дальше мы спускаемся по коже. Итак, мы задействуем самую основную точку подбородка достаточно плотными, плотными, опять же, повторюсь, массажными движениями. Небольшой дискомфорт, если присутствует, то это допустимо. Но ни в коем случае не боль. И дальше по косточке мы двигаемся плавно и спускаемся, запуская лимфоток в данной точке. Итак, первая точка и первая линия – это подбородок. Как бы рисуем с вами угол красоты и уходим вниз по шее. И вниз. Вниз тоже можно немножечко аккуратненько надавливать, потому что в данном случае мы запускаем с вами лимфу. И то же самое с другой стороны. Рисуем наш угол красоты. Трех раз вполне достаточно. Следующая наша точка – это угол губ. Это мышца, которая у нас отвечает за наше настроение. Конечно же, в физиогномике это сразу же моментально считывается. Усталость, а также потеря тонуса. А сейчас чаще всего это гипертонус данной мышцы. Наша задача сейчас – найти ее. Мы можем приложить пальчик и почувствовать напряжение. Небольшое напряжение, как бы, такие. Арина, микрофон включился. А, я могу продолжить без микрофона. Валерий Кузьмин, ручки у нас не улыбка. Вот они, скажем, вот сейчас у нас уже появилась улыбка. Если чувствуется тонус наверху, где щечки, это не так страшно. То есть здесь самое главное, чтобы не было гипертонуса у нас в нижнем мышце, который отвечает за наш уголочек. И здесь прям пальчиками прорабатываем. Когда наносим клемм, это все лучше делать, скажем, на автомате. Так. Уголочек лица мы нашли. Нашу точечку. И следующая точка у нас располагается на скуловой кости. Там, где буквально есть палинка, и уже начинается стык зубов. Можно проверить, попростить зубками. Как бы на косточке. Если ощутимо, да, значит, нашли. Да, 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 ложбиночка. Она отвечает за тонус, отвечает за скуловую линию. И, конечно же, за вывод токсинов, если рассматривать уже непрадиционную китайскую медицину. Сейчас достаточно модно иметь такие впуклые красивые скулы. И здесь, делая такой массаж, мы можем с вами очень быстро и хорошо подтянуть данную мышцу. Не больно? Легкий дискомфорт допустим. И дальше двигаемся уже к линии роста волос. Опять же, крылья носа, прошу прощения, следующая точка, уголочек губ на стыке скуловой косточки и верхней челюсти. И уходим в рост волос. Да, и уже можно заметить, как у нас рельеф начинает меняться. Мне вот отсюда уже видно. На самом деле мышцы – это очень гибкая субстанция, которая подается массажу. Поэтому не стесняйтесь утром выполнять эти легкие движения. Это поможет вам надолго подлить красоту и упругость вашей кожи, что очень важно. Сейчас я повторяю то же самое с другой стороны. Находим точку, которая отвечает за уголочек. Краешка камня гуаши, как вы видите. И надавливаю основной упор у меня идет большим пальцем. Так это будет эффективнее и правильнее. И в линии роста волос. Как бы обнимаем нашу щечку. Видите, здесь у нас какой эффект получается. Да, пуша, тонус одновременно. И в линии роста волос. Следующая точка, которая отвечает за мимику. То есть, когда мы хмуримся, когда мы недовольны, точка крылья носа также отвечает у нас и, как ни странно, за морщинки на лбу. Найти ее очень просто. Вот сейчас поставьте пальчики около крыльев. Здесь может быть достаточно болезненное ощущение. Точка достаточно болезненная. Не больно? И нужно найти такое небольшое углубление, ямочку. Далекого дискомфорта. То есть, тещина до легкого дискомфорта. Это очень ответственная точка. Потому что здесь у нас и лимфооток потрясающий. Когда мы с ней работаем. Также у кого гальморит, моментально проходит спазм. От данной точки мы с вами будем двигаться к следующей. Которая находится под зрачком. Зрачок и крылья носа. Это основная точка красоты. Точка красоты, там где у нас располагается наш здоровый природный пумянец. Просто массируя даже ее буквально несколько секунд, можно улучшить тонус и общее состояние области вокруг глаз. Здесь очень мягко, потому что проходит много сосудиков. Достаточно мягко нужно ее массировать. То есть, если мы двигаемся пальчиками. То есть, здесь у нас получается, вычисляем ее следующим образом. Крылья носа, центр зрачка и один цунь. То есть, в Китае у нас отчитывается от большого пальчика. Вот таким вот образом. Маленькая достаточно локация. Но, когда мы работаем камнем, да, естественно, у нас уже область будет гораздо больше. И ошибиться здесь уже практически невозможно. Поэтому массаж гуаши один из самых эффективных в данном случае. Так. Я, чтобы мы с вами не забыли, отмечу. Точка, которая расслабляет уголочек губы, отвечает за приподнятости нашего уголка и красоту нашей улыбки. Следующая точка. Скуловая кость. Проверяем, стукаем зубками. И линия роста волос. Точки. На них мы делаем акцент. Небольшую паузу. И такими легкими, там, пущими движениями, надавливающими. На легкого дискомфорта работаем. А сейчас же мы с вами рассмотрели третью линию гармонии. То есть, это первая. Это вторая. И третья линия массажная начинается у нас от точки крылья носа. Основная точка красоты находится под зрачком вот такого у нас расположения. То есть, крылья носа и центр нашего глазика. Далее, эту линию мы уводим с вами к височной области. Здесь у нас и меридия желудка. Поэтому настолько эффективный у нас будет с вами массаж третьей линии. И височная область. Так, у нас с этой стороны не видно. Крылья носа. Центр глаза. Достаточно мягко уже здесь мы работаем. И височная область. Височная область находится у нас край брови и тянем. Тянем ручку, когда находим такую легкую впадунку. Я думаю, что здесь просто достаточно будет справиться. Край брови, косточка. И тянем ручки. Тянем ручки. И находим височную впадунку. Ее мы с вами массажируем тоже достаточно мягко, но как можно дольше. Это очень важная точка, которая расслабляет у нас не только мышцы нашего лица, абсолютно все, а также отвечает и за общее состояние. Конечно же, в остеопатии. Это можно сказать одна из самых основных точек. Но в нашем случае наша задача это приподнять наши бровки. И как вы видите, здесь у нас хорошо приподнимается хвостик боя. Так вот достаточно легко мы уже ходим по щечкам и выходим виски. Точка Интан. Или также известная как третий глаз. Расслабляем мышцы лба. также мягкими движениями. И отсюда уже скребком хуаша мы начинаем выполнять классический легкий массаж. И все наши движения конечно же направлены к вискам. Дальше мой любимый массаж для приподнятия наших бровок. Также его называют массаж шмалонная известный благодаря ней. Мы зажимаем наши бровки между пальчиками и такими легкими выщипывающими движениями приподнимаем наверх. начало брови это очень важная биоактивная точка она не относится у нас к нашей сфере красоты но тем не менее массируя ее мы также улучшаем наше общее состояние. приподнимаем бровки делаем легкий тонус и покажу еще один способ нанесения ухода и перераспределения если у нас что-то осталось мы как бы выщипываем наши щечки то есть те линии с которыми мы работали камушком мы как бы немножечко приподнимаем делаем эффект павшат опять же губ красоты губ и крылья носа основная точка от которой движения также идут от центра к периферии и конечно же общий массаж у нас уже достаточно до этого было очень свежее красивое яичко поэтому не могу позволить себе присвоить заслуги массажа повезло с моделью дальше мне хотелось бы показать вам легкий макияж и основные базовые правила при выполнении классического макияжа если какие-то вопросы остались по поводу кроши можно пластмассы